всем привет сегодня я познакомлю вас с очень интересным рецептом во первых это самое вкусное просто таки универсальное бесподобное мягкое пышное классное дрожжевое тесто ну и во-вторых это конечно выпечка из него маленькие немецкие двойные булочки цвебак или как по пландующих называют твой бык что так и означает двойная выпечка я благодарна моей свекрови что она научила меня работе с тестом попробуйте и вы этот рецепт уверена он у вас получится и после него у вас всегда будет получаться дрожжевое тесто дрожжевое тесто для нашей сегодняшней выпечки довольно таки богатая но поверьте если вы добавите все компоненты указанные мною то получится очень и очень вкусно кстати порция здесь достаточно большая если вы готовите первый раз и хотите попробовать то можете уменьшить ее два а то и в три раза но если вы приготовите всю то сможете заморозить булочки и тогда надолго будете обеспечены свежей вкусной выпечкой и так нам понадобится мука молоко дрожжи сливочное масло подсолнечное масло маргарин и сметана тогда чем больше разных жиров вы смешаете тем вкуснее получится ваша выпечка а также яйцо соль сахар количество всех ингредиентов я оставлю под видео готовить тесто удобно в несколько этапов для начала 1 килограмм муки я высыпала в большую большую миску и и теперь отправляю к нему полтора литра теплого молока сюда же идут соль сахар и первый раз можно все это дело размешать теперь туда же отправляю сметану яйцо и все дрожжи которые конечно желательно немного вот так вот размять снова хорошо размешиваем тесто причем на этом этапе можно даже воспользоваться миксером в любом случае нам надо будет добиться того чтобы дрожжи хорошенечко разошлись во время вымешивания я добавляю постепенно еще полтора килограмма муки более точное количество сказать сложно очень много зависит от самой муки то есть от ее клейкости я пока еще вымешиваю ложкой но очень скоро перейду к вымесу руками вот именно сейчас я уберу мою ложку добавлю предварительно растопленное подсолнечное масло и растопленный маргарин а подсолнечное масло буду добавлять постепенно и начну вымешивать руками кстати если вы будете работать с более маленькой порцией то скорее всего она у вас поместится и в кухонный комбайн или в технику предназначенную для замеса теста и выпечки хлеба но с такой большой порции как у меня подошла разве чтобы профессиональная мешалка для теста которые используются в кондитерских или булочных хотят хочу отметить что тесто это очень податливая не надо бояться с ним работать нельзя говорят что дрожжевое тесто это живое тесто она практически всю работу делает саму и работать с ним одно удовольствие вот теперь я буду подливать подсолнечное масло вымешиваем тесто до гладкости как видите она хорошо отходит от рук а а теперь оставим его отдохнуть желательно в теплом месте на полчаса прошло полчаса как видите такое количество хороших свежих дрожжей делают свое дело сейчас нам предстоит тесто лишь обмять и оставить его еще на 20 минут итак снова время прошло тесто ух как ух как поднялась и и вот теперь начинаем формировать наши маленькие булочки и так я немного смочила руки подсолнечным маслом застелила противень пергаментом теперь отрываю от теста вот такой вот небольшой кусочек ничего катать не надо просто оторвать маленький круглый кусочек и укладываю его на противень сейчас покажу еще раз вот так вот раз и маленькая круглая булочка готова таких булочек на противень поместится 20 штук 5 на 4 ряда итак первый противень готов теперь булочкам надо постоять минут 15 расстояться я уже включила духовку на 220 градусов нам понадобится очень горячая духовка и пока она нагреется булочки как раз как раз подойдут за это время если видите что маленькая булочка сверху съехала то поправляете расстоявшиеся булочки я отправляю в хорошо разогретую пока одни булочки в духовке подготавливаем следующий противень я всегда когда работаю с этим тестом стараюсь думать только о хорошем дело в том что у нас дома есть те которые не едят мясо есть те которые не едят мясо есть те которые не едят овощи в нашей большой семье есть те которые не любят сладкого но вот цвыбики цвыбики едят все поэтому я когда готовлю их то всегда желаю всем кто их будет есть крепкого здоровья и вам все кто смотрит я тоже желаю крепкого крепкого здоровья не стоит пугаться объема работ на самом деле все это происходит достаточно быстро и пока одни булочки находятся в духовке вы успеете сделать подготовить остальные противень честно говоря я не профи и тоже училась их печь уже так сказать во взрослом возрасте да и почерк у меня всегда был не только в этих булочках но и в других изделиях довольно таки крупные немецкие хозяйки которых я знаю готовят эти булочки ну просто малюпусенькими и один в один хотя мои тоже получаются очень вкусными первые уже готовы а я продолжаю делать дальше всего из этой порции получается приблизительно 7 противней булочек и так булочки еще продолжают печься но уже очень сложно удержаться и не попробовать давайте я вам покажу какие вкусные пышные внутри наши цвыбики если все это дело еще и с маслом но еще один видите какое тесто просто бесподобное вкуснее всего эти булочки совсем свежими то есть не с пылу с жару горячими а именно когда остынут поэтому чтобы все время иметь свежие булочки я дожидаюсь пока они остынут чтобы не вспотели в морозилке и упаковываю в плотные кульки по 10-15 булочек замораживаю их а когда нам захочется свежих пыликов останется лишь разморозить часть булочек еще печется часть уже съели часть уже в заморозке а я буду закругляться и хочу только еще раз сказать что булочки эти можно есть и с колбасой и с вареньем или шоколадным маслом или просто без ничего это очень вкусная домашняя выпечка надеюсь вам понравилось это видео а рецепт пригодится и дрожжевое тесто которое мы готовили сегодня станет тоже вашим любимым пишите ваше мнение в комментариях ставьте лайки подписывайтесь на наш канал оставайтесь с нами желаю вам всем удачной выпечки спасибо за просмотр!